Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очередную красивую партию восьмого чемпиона мира Михаила Таля, которая была сыграна в датском городе Нествет в 1985 году. Это был международный турнир, посвященный памяти выдающегося шахматиста прошлого Арона Исаевича Немцовича. В восьмом туре этого соревнования Михаил Таль играл белыми против известного чехословацкого гроссмейстера Любомира Втачника. Эта партия типична для открытых вариантов сицилианской защиты. Напряженная ситуация в миттельшпиле, неожиданная жертва коня и как результат сокрушительная атака на короля. Все это мы с вами увидим в исполнении, конечно же, самого Михаила Таля. Е4, c5, конь f3, d6, d4, размен и после конь f6, конь c3, a6. Формально это вариант Найдерфа, но после определенной перестановки ходов получается модная в то время позиция с хевенингенского варианта. Слон e2, e6, 2-0 и слон e7. f4 играет экс-чемпион мира, 2-0 и профилактический ход король h1, ферзь c7. В этой позиции чаще всего играют ферзь e1, пытаясь перевести ферзя на королевский фланг. Но Михаил Таль играет a4, предупреждая продвижение черной пешки b на два поля вперед. Нужно отметить, что эта позиция неоднократно возникала во втором матче Карпова против Каспарова, который прошел в том же 1985 году. Игравший черными Каспаров выводил здесь коня на c6 и после слон e3 играл ладья e8. Но соперник Михаила Таля ставит пешку на b6, имея в виду маневр конь bd7 и далее на c5. Сочетается это с развитием слона на b7 и, конечно же, давлением на пешку e4. Михаил Таль прекрасно понимал, что основной в этой позиции ход слон f3 детально разработан его соперником. В этом варианте чехословацкий гроссмейстер имел весьма неплохие результаты. Поэтому Михаил Таль решил сыграть иначе. Он пошел e5. Это более острое и конкретное продолжение. И здесь чехословацкий гроссмейстер задумался. Что же делать? Отходить конем, либо забирать пешку? Практика следующих лет показала, что лучше все-таки забрать и после fe не брать эту пешку ферзем, так как последует слон f4, далее слон f3 и стоящие на своих начальных позициях фигуры черных ферзевого фланга подвергаются атаке. А сыграть коне в d7, атакуя пешку конем. Далее слон f3, слон b7, размен, слон f4. Все это случилось в партии Геллера и Хьярторсона двумя годами позже. Соперники не сделали заметных ошибок и на 29-м ходу партия закончилась в ничью. Но столкнувшись с неожиданностью, Любомир Втачник решил сразу отвести коня на е8. Как оказалось, это серьезная ошибка, которая дает Михаилу Талю возможность получить атаку на королевском фланге. Ед играет рижский кудесник шахмат, слон бьет d6 и f5. Диагональ h2 b8 вскрывается, но брать пешку не нужно. В этом случае белые размениваются на е6, забирают на f8, играют слон h5 и создают массу неприятных угроз. Черный король в этом варианте чувствует себя неуютно. Поэтому Втачник решил сыграть е5. Он избегает вскрытия вертикали f и нападает на коня. Другой белый конь становится на освободившееся поле d5, нападая на ферзя. И после его отхода на начальную позицию кажется, что белые тоже должны отвести атакованного коня d4. Но Михаил Таль идет на жертву фигуры и играет f6, пытаясь добраться до короля соперника. Если пешку забрать, то последует слон d3. Белые чутко реагируют на изменение пешечной структуры черных на королевском фланге. Поэтому еd играет в Тачник, принимая жертву. Здесь Михаил Таль имел выбор. Можно было сначала взять пешку на g7, а потом уже забрать на d4 и после f6 сыграть слон d3, получая сильную атаку на королевском фланге. Но Михаил Нехемьевич забрал на d4, предоставив своему сопернику определенный выбор. Можно было сыграть слон c5, нападая на ферзя. Но далее ферзь е4 и на слон b7 вот такой красивый вариант. Конь е7 шаг, ферзь е7. Забираем слон е7 fe и эта белая пешка уничтожает ладью, которая оказалась в западне. В результате белая получают лишнее качество. Поэтому в Тачник сыграл конь c6, напав на ферзя. Тот отошел на h4. В этом положении черным лучше было, не мудрствуя лукаво, просто забрать на f6. После конь f6, конь f6, ладья f6, создается угроза слон d3. Конь е5, защищая это поле. Слон f4, ладья е8 и ферзь g5 шаг. Конь перекрывается, слон d6. Слон d7 играют черные, слон f3 и после ладья c8, h4, продолжая атаку. Но Любомир в Тачник решил отвлечь белого ферзя с вертикали h, сыграл слон g3 и после ферзь g3 забрал на d5. Видимо, здесь чехословацкий игросмейстер надеялся на очевидное слон h6. Далее черные сыграли бы ферзь e5. Они сохраняют лишнюю фигуру и имеют все шансы отбить атаку белых. Но Михаил Таль делает более сильный ход. Ставит слона на f3, нападая на ферзя. Если отойти на e6, нападая на пешку, то слон g5 и после g6 ладья e1. Белые с темпом заходят ладьей на e7, создавая решающие угрозы. Поэтому черные сыграли ферзь c4, но теперь уже слон h6, нападая на пешку и вынуждая ход g6. b3, нападение на ферзя. Ферзь c3, черные не оставляют надежды забрать на f6. Ферзь h4 с угрозой взятия на f8 и далее внедрение ферзя на h7. Если тут пойти слон f5, то слон f8, после короля f8, ферзь h7, ферзь бьет f6, белые играют g4 с решающим эффектом, используя вертикаль f. Поэтому втачник сыграл слон b7 и после слона f8, короля f8, ферзь бьет h7, уничтожил важную белую пешку, напав при этом на ферзя. Но атака белых и без этой пешки развивается сама собой. Дело в том, что черный король вынужден теперь уже пуститься в очень опасное путешествие, которое начинается после хода ферзь h8. Король e7, ладья e1. Если попытаться перекрыться от шаха ходом конь e5, то ферзь h4 и все три фигуры черных, стоящих по вертикалям e и f, находятся под обстрелом. Позиция белых выиграна. Поэтому король d6 сыграл втачник, он надеется спрятаться королем на ферзьевом фланге. Но ферзь g7, нападая на пешку и после конь d5, ферзь бьет f7. Михаил Таль одним ходом напал сразу на две черные фигуры. Нужно отметить, что в этом остром положении получилось материальное соотношение, которое, как признавался сам Михаил Таль, является одним из его любимых. Это ладья против двух легких фигур. Таль виртуозно использует все свои силы для того, чтобы в конце концов добраться до черного короля. Конь d8. Защищая обе фигуры, ферзь бьет g6. Если отойти королем на c7, то размен на d5 и одна из белых ладей заходит на седьмую линию. Белые близки к победе. Поэтому король c5 сыграл в тачник, но и здесь его король не нашел покоя. Ладья e4. Играет Михаил Таль. b5, защищаясь от угрозы. И здесь ладья d1. В этой позиции черные сдались. Угрожает b4. И после взятия ферзь d6 мат. Защиты не находятся. Например, если забрать на a4 и после b4 стать на b5, то у белых есть шах слон e2. Если же перекрыть шестую линию своим конем, то взятие на d5. И после этого вскрытый шах с нападением на ферзя. Вот такая очень интересная и динамичная партия, в которой Михаил Таль продемонстрировал силу своего комбинационного таланта. В острой позиции сицилианской защиты он смело пошел на жертву коня и сумел таки добраться до короля соперника. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.